Итак, здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас вторник, 19 марта, и давайте с вами посмотрим на график евро и фунта и поговорим о дальнейших перспективах движения. На текущий момент видим, что вчера была предпринята очередная попытка пробоя и закрепления выше максимума 15 марта. В целом это удалось сделать в первой половине дня. Хорошие данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, пускай они и оказались чуть хуже прогнозов экономистов, но в целом сальдо положительно выросло, что привело к небольшому укреплению евро. Но оптимизм после этого иссяк и быстрый возврат ближе ко второй половине дня назад под диапазон поддержки 13.42 привел к формированию небольшого давления на евро. На текущий момент видим, что в принципе сохраняется выстоящая тенденция, но на мой взгляд она постепенно замедляется. Медведи постараются сегодня вернуться назад под уровень поддержки 13.37. Здесь у нас мы видим и средние скользящие, это будет сигналом к продажам евро. Я думаю, что распродажа будет на 13.20, но основной целью выступит уровень 13.01. В случае, если будет предпринята очередная попытка роста формирования ложного пробоя на 13.37, сигнал для покупок, либо продолжение движения по восходящей тенденции, уровень 13.70, на мой взгляд, будет хорошим сопротивлением, где можно открывать короткие позиции по евро при условии формирования ложного пробоя с коррекцией 15-20 пунктов. Я думаю, что внутри дня это будет достигнуто. Если рост у нас будет более крупный, то продавать на отскок евро можно сразу от уровня сопротивления 14.07. Из фундаментальных данных, которые сегодня могут повлиять на европейскую валюту, это прежде всего индекс настроения в деловой среде Германии, индекс настроения в деловой среде по еврозоне. Эти данные выйдут ближе ко второй половине дня, и необходимо также обратить внимание на изменение числа заявлений на получение пособий безработицы в Великобритании и на сам уровень безработицы, что может оказать воздействие на британский фунт. Что касается самого фунта, то здесь мы видим, что вчера произошла ожидаемая нисходящая коррекция. Видим, что хоть покупатели загружаются в рынок, но постепенно такие движения вниз с выносом стоп-приказов и быстрым затягиванием назад в рынок, все указывает на то, что продавцы у нас присутствуют в диапазоне 31.80-32.20. Отсюда я и рекомендую открывать длинные позиции. Пока что покупатели стремятся у нас на 32.95-33.30. Я думаю, этот диапазон будет сегодня хорошим для открытия коротких позиций. Могут сюда дотянуть покупатели на фоне хороших данных по уровню безработицы, но пока новостей по Brexit нет, и я думаю, что очередное голосование, которое назначила May, пройдет не в ее пользу, тем самым можно будет наблюдать нисходящее движение по фунту. Поэтому по продаже предпочтительно наложено пробой 32.95, либо на отскока 33.29, и многое будет зависеть от данных по уровню безработицы. Продолжение следует...